Продолжение следует... Продолжение следует... Как бы спрашиваю, сколько будет его сделать. Говорит, здесь вот с лайнером проблемы, вот такие вот. Давайте вот так вот покажу. Ну и... После консервных банок убитая вся эрка. После того, как я сказал, что сколько это будет денежек стоить, как-то он туго так открывается ужасно. И такой плавник ужасно неудобный. Той человек спросил адрес, куда послать. Я ему дал адрес, но он сказал, что ремонтировать, ну типа, не нужно. Говорит, а можешь нож оставить себе. Типа, я тебе... Но он у меня, говорит, просто лежит. Говорит, тебе типа презента хочу сделать. Да, лайнерок залипает-то конкретно в самом конце. Ну и кроме того, он недостаточно подпружинен. То есть лайнер действительно очень жесткий, но отведен совсем-совсем мало. То есть вот он не упирается даже в край. Не знаю, будет ли вот так видно. То есть вот это все, на что, если сейчас клинок вытащу, вот, он в этом состоянии и останется. В общем, вот такой вот ножичек. Ну, скажем так, джентльменский фолдер. Но качество, качество бёкера, у меня что-то с каждым днём в магазин заходил, смотрел тоже бёкеры. Ну, как-то вообще никак. То есть здесь то же самое. Вот если посмотреть вот сюда, вот этот горб такой выпирающий из-за накладок. То есть накладки вроде делали одни люди, да, а вот подгонку делали вообще вторые люди. Вот здесь вот дырка. То есть если с этой стороны более-менее вот дерево подружилось, да, ну тоже не более-менее сверху там дырка. То человек просто пытался его крутить тут. Человек пытался его крутить, очевидно. И вот там внутри всё сорвано. Здесь то же самое. Ну, я думаю, я думаю, что что-то мы ему сделаем. Ну, в общем, что могу сказать по этому поводу. Ну, что могу сказать по этому поводу. Наверное, спасибо. Всё, я сейчас снимаю? Да. Ну, и буду ремонтировать сейчас его, наверное. Пока всё. Короче, кое-как вот получилось разобрать нож. Вот такие вот, вот такие вот у Беркера шайбочки. Это даже шайбочками нельзя назвать. Ну, а вот эту вот историю, слизанные здесь шлисы, так разобрать и не получилось. То есть, в принципе, здесь вообще непонятно. Тут его кто-то клепал конкретно. То есть, били молотком просто поверху, вот по вот этой вот истории. Ну, не знаю, как бы показать это. Вот так вот, наверное, видно, да, что вот здесь прям склёпано молотком в сторону. Сбито. Кто-то пытался то ли выбить вот её отсюда, то ли как. То есть, пытались вот её вытащить отсюда, но безуспешно. Ну, и вопрос в том, что... Вот так вот я её снял. Ну, короче, ситуация какая. Пытались выкрутить. Пытались с этой стороны выкрутить. Хозяин пытался выкрутить, но зря пытался, потому что это бонка. То есть, ну, понимаете, да? То есть, её просто пытались провернуть, и вот... Давайте покажу. То есть, её пытались провернуть, и вот вывернули ей шею, чуть не свернули голову. То есть, вот сюда загоняли отвертку и пытались крутить. Но крутить с этой стороны вообще и не нужно было. То есть, здесь боночка вот со спилом вот с этим, и спил не даёт ей провернуться. Потому как вот находится он с этой стороны как раз. Ну, вот, в принципе, и всё. Нож разобран. В принципе, никаких проблем вообще я не вижу здесь теперь, после вот того, что я уже разобрал. Здесь тоже резьба такая, видите, да? Пожёванная-пожёванная там. Чем-то ковырялись. Какими-то китайскими, наверное, торксами ковырялся хозяин, но... Я думаю, что... Ну, и вот о чём я говорил, что лайнер вот заходит, выходит совсем чуть-чуть, то есть, он должен быть примерно вот так вот. А он выходит вот раз, и он дальше не пружинит, то есть, не подпирает клиночек. Ну, если бы он подпирал клиночек, он бы... закрывался, то есть... упирался в противоположный лайнер. Ну, сейчас я это всё хозяйство быстренько оттяну. Совсем немножечко. И соберу на место клиночек, так как это должно быть. Пока всё. Оттянул лайнер. Сейчас вот так вот он пружинит. То есть, если сейчас собрать нож, то он будет очень сильно упираться в противоположный лайнер. Всё будет замечательно. всё будет просто чудово. Ну, я думаю, если сейчас собрать нож, то всё станет на свои места. Пока собираю. Начал собирать нож, и вот я реально не пойму. То есть, видите, да, вот эту плямбу? То есть, здесь реально толщина металла разная. Я сначала подумал, что ну как, как-то непонятно. Почему здесь трение больше, чем в остальных местах, но тем не менее, вот такой вот косяк на клинке у бёкера этого. Ну, вот просто я не понимаю. Сейчас попробую это всё исправить на вулканитовом круге. Ну, и вот такие вот косички здесь присутствуют. Тоже нехорошие. Вот видно, да? Остатки вот от гильотины. Видна форма, как вырубывалась. Так это всё никто и не обточил. Ну, в принципе, вот с этой стороны точно так же. Сейчас поправим. Ну, почти убрал. Сейчас ещё разочек пройдусь. Вот так вот, если на свет, то вот в этом месте видно, да, вот где свет именно преломляется, то такой наплыв прямо. Вот совсем ещё чуть-чуть этого наплывчика осталось. Ну, и что ещё хочу, вот видите, да, в каком состоянии сам клин. Полирнуть его и сделать из него зеркальце. Сейчас сделаю это всё. Ну, и так, отполировал я клиночек. Вот так это сейчас выглядит. Вот если я вот это место, где у нас было, ставлю, то, видите, да, уже ровненько всё, никаких здесь перепадов, перегибов, всё. Всё отполировано, всё красиво. Сейчас я тряпочкой клиночек протру. Вот так вот наш магнум теперь выглядит. Надпись осталась. Всё замечательно. Ну, даже не знаю, как бы показать, чтобы свет не мешал. Вот так вот свет мешает, так свет мешает. Ну, в общем, вот как-то так вот. Вот так вот может. Тоже мешает, да? Ну, в общем, вон она камера, как в зеркальце прямо вообще. Вот, наверное, так и надо было сразу показывать, да? И вот она, другая сторона. Тоже зеркальце абсолютно. Никакие. Здесь тоже всё нормально, везде всё. Сейчас ещё полирну вот эти вот места. Ну, я их на резиновом вулканитовом кружке обработал. Сейчас полирну до зеркальца. Ну, и буду собирать ножичек. То есть вот так вот это сейчас выглядит. Ну, так как у нас накладочки деревянные и очень-очень криво это всё сделано, то вот это безобразие я тоже решил полирнуть и... Ну, так, до зеркальца с лягонца. То есть не буду я выводить уж слишком прям уж вот-вот, чтобы прям горело всё, но так полирну просто, чтобы было в зеркальце немножко. Ну, и также интересный такой момент. Смотрите сами. Как бы это показать? Вот толщина лайнера. Я надеюсь, вот так видно, да? Лайнеры разные. То есть вот этот лайнер толще. Для того, чтобы спрятать вот это всё хозяйство, он сделан потолще чуть-чуть. Вот этот лайнер тоньше. Ну, здесь у нас оси стоит. Вот такая вот пружинка, посаженная почему-то на клей. Я вообще не понимаю, как это можно... То есть вот здесь она убирается вот таким вот образом. Но зачем её сажать на клей? Ну вот, убейте, не пойму. Ладно. Полирну-ка всё это. С легонца сбил царапины, задили. Ну, вот так вот сейчас выглядит лайнерочек. Позбивал отсюда клей. Всё здесь более-менее чистенько. Ну, и сейчас буду собирать ножичек. Интересно, что... Смотрите сами. Шайбы какие. То есть это что-то между старопластом и каким-то, я не знаю, полиэтиленом. То есть они прозрачные. Ну, в принципе, как бы всё собираю. Здесь больше ничего нет. Ну, и единственное, что ещё, наверное, вот полирну вот эти больстеры, накладочки сверху. Немножко тоже собью с них задельки, царапинки. Ну, хотя, как бы от зазоров это нож не спасёт уже. Там деревянные накладочки вообще, вообще не пристают туда, где надо. Ну, пока полирну и буду собирать. Ну, вот, как бы и всё. Дальше собираю нож, полирнул и вот эти вот верхние накладочки. Как их там кто называет? Больстеры, не больстеры? Ну, вот зеркальце. Что я сейчас хочу сделать? Смотрите, ситуация какая. Вроде бы, казалось бы, что выхода нет, да? Потому что, вот, чётко сюда заходит. Очень классно. Заходит осевой винтик. но дальше вот начинается жевание, потому что здесь вот он пожёванный весь с этой стороны. Вот с этой стороны он весь пожёванный и вот в этом месте начинается жевание. Он очень-очень плохо входит туда. То, что я хочу сделать? Я хочу собрать нож с обратной стороны. то есть, не вот так вот будет, да, вот этот вот осевой. Хочу просто перевернуть и поставить его вот таким вот образом. То есть, начинает нож собирать с этой стороны всего лишь. То есть, как бы, здесь вопрос не такой прям, обмануть это можно делать. Неудобно, конечно, собирать с другой стороны нож, но, в принципе, как бы, ничего такого, знаете, сверхъестественного здесь нет. Будем собирать. Собираю. Два лайнера до кучки собрал и вот, что хочу показать, видите, да, что очень-очень, ну, как бы, если я сейчас их начну раскрывать, то даже, видите, вот такое расстояние и то лайнер заходит на следующий лайнер. То есть, здесь лайнерок сейчас очень-очень тугой. Ну, я, наверное, думаю, что даже чуть-чуть чересчур я его перетянул, что это немножко лишнее. Но, сейчас соберу нож и все, как будет открываться. Если будет очень тугой лайнер, то чуть-чуть я его послаблю. И так закончил для ножичек. Ну, в общем, что мы имеем? Имеем клиночек по центру, имеем флип, такой довольно неплохой уже. то есть, флипует клиночек без проблем, ассист помогает очень замечательно все. То есть, без каких-то кистевых там всяких, ну, вот как он сначала был, то есть, замечательно все. Ну, и кроме того, сейчас я протру клиночек, протру больстера вот эти вот. И покажу давайте, что получилось. Вот так теперь это выглядит. вот так вот с этой стороны. Клиночек я наточил. Точил на... А! Порезался. Точил клиночек на наждаке. Не собирался я заморачиваться с этим всем делом. Точил клиночек на наждаке. Без проблем абсолютно. Клиночек режет. Ну, и... Сейчас я уберу, конечно. Что хотел сказать по этому поводу. Ну, такой джентльменский фолдер. Ну, и если кто-то спросит меня, вот, стоит ли покупать такой нож, скажем так, ну, посылочки там открыть, может быть, еще что-то. Да, то я скажу честно, этот нож стоит купить. Абсолютно честно говорю, его стоит купить, но... Но ради коробки. Какая здесь коробка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, Магнум, все знают коробочки от Декера. То есть, здесь замечательная коробочка. Вот это все хозяйство отсюда выбросить. Вот внутренность отсюда выбросить. И смотрите, какая классная коробка на рыбалку, под крючочки, под блесенки. Отличная коробочка. вообще просто бомба. Коробочка шикарная. То, что хотел я сказать по этому поводу. Вот так нож в коробочке смотрится. Вот так вот все замечательно. Множечко коробочки смотрится. Но как бы хотел сказать спасибо. Я уж честно говоря сейчас интернета у меня здесь нет. Ноутбук у меня дома. Хотел сказать спасибо, конечно, за подарок. А, кстати, я чуть не забыл сказать-то. Вот он. Ну, видно, да, я надеюсь. Где? Давайте вот так наеду чуть-чуть, да? Видно, я надеюсь, где у нас лайнерочек становится. вот смотрите, при хорошем таком флипе он становится на самое начало. То есть самое-самое-самое начало пяточки. Плюс не залипает он. Если кто помнит, то очень-очень залипал, но хозяин не даст соврать. То есть сейчас он как бы работает без проблем. Ножичек все замечательно. Клиночек по центру. Все чудово. Что хотел сказать? Хотел вот этот клиночек сказать спасибо хозяину ножа, который так сказать подарить решил ножичек. Но я решил его отреставрировать скажем так и вернуть обратно хозяину. Сделать ему такой подарочек. Но без учета одного если он не против я оставлю себе коробочку. А вот этот ножичек заверну в такой знаете пупырчатый полиэтилен то есть в такой полиэтилен заверну он будет в целости и сохранности все будет замечательно и новой почтой передам его обратно этот ножичек хозяину и пускай он его радует. У меня в принципе как бы ножей достаточно в хозяйстве я не собиратель какой-то не люблю собирать ножи десяток два там три ну у меня один два три ножа дома есть и замечательно то есть те ножи которыми я пользуюсь в принципе вот мне этого хватает ножичек чудовый но такой знаете вот костюмный фолдер я бы не стал им вот как хозяин этого ножа там вскрывать консервы там еще что-то еще что-то еще что-то это вот такой ножичек вскрыть конвертик порезать где-то колбаску ну и все на этом как бы заканчиваются его функции то есть это нож чисто такой знаете ну я бы сказал костюмный или офисный даже вот так то есть такому ножу я бы ну вообще ни в коем случае не давал бы какие-то критические нагрузки и все остальное то есть ну вот так вот это выглядит теперь все замечательно так что если у хозяина есть телефон мой ну я надеюсь есть потому как он его по новой почте мне отправлял то просьба к хозяину перезвоните пожалуйста я вам отправлю этот ножичек обратно но к сожалению я накладную оставил на новой почте или где я ее короче где-то посеял поэтому не знаю куда отправить ножичек обратно если вы согласны его принять без коробочки то я бы вам вот его хотел презентовать надеюсь на этом все да не надеюсь а точно все пошел домой ужинать все пока-пока пока-пока Продолжение следует...